Мои дорогие дачники, я хочу с вами пообщаться, поговорить, чему я научилась за 40 лет, которым я дача, что я приобрела полезного, что-то мне не нравится, я это отмела. Начнем мы с того, что сейчас зима и посадить можно только некоторые растения. Герань я уже посадила в семенах, а герань семян вы можете снять и сами, подстелите под растение осенью бумагу белую и осыпятся семена, и вы можете посадить. И кустики у вас вырастут лучше, чем которые будут в черенков. Они более пышные будут, лучше цвести будут и лучше будут реагировать на подкормки. А сейчас мы с вами посадим лабелию. Очень мелкие растения, вот у меня такие емкости. Берем чуть-чуть земли, кладем ее в одну вот из емкостей. Я не кладу много земли, чуть-чуть, потом подсыплю еще, когда войдут растения. Немножечко ее придавим, чтобы она не утонули семена. Берем растения, видите, они такие меленькие совсем, и вот так вот я их посажу. Посажу, посажу их и из пульверизатора их побрызгаю. Затем закрою их пленочкой в пакет засуну и буду открывать хотя бы раз в день, чтобы они проветривались. Так мы сажаем все цветы, так же я буду сажать и помидоры. Сейчас я хочу с вами поделиться то, что я готовлю сейчас к посадке. Что я купила, что вам советую купить. Во-первых, кокосовый брикетик для посадки рассады. Он очень вам пригодится. Он разрыхлит землю для рассады и будет экономить там влагу. Не так нужно будет часто поливать, будет держать эту влагу и корням будет очень хорошо. Я купила землю. Мне очень нравится эта земля. Я ее купила в Леруа Мерлене. Она не очень дорогая. И она, в общем, как парничок. Видите, там отверстия вырезаются. Но я не буду ничего вырезать. Я пусть буду брать оттуда только землю. Это верхний, нижний торф и минеральные удобрения. Очень хорошо на этой земле растет рассада. Она в Леруа Мерлене не такая дорогая. 35 деслитров. И это не очень дорого для такого большого пакета. И вот купила я там же в Леруа Мерлене бордосскую жидкость. Я считаю, что она необходима весной для того, чтобы обработать сад. Вот, я посадила вот лабелью, побрызгала. Но я ее забыла подписать. Я беру строительный скотч. Отрезаю чуть-чуть. Отрезаю. Строительный. Он хорошо приклеивается. Потом хорошо снимается. И эти емкости у меня живут уже очень долго. Наклеила. Видите, как хорошо он клеится. Взяла фломастер и подписала лабелия. Здесь у меня гера, а здесь лабелия. Попозже я посажу еще львиный зев у меня. Затем я посажу попозже львиный зев. Мне очень нравится львиный зев. Здесь у меня низкие, высокие. И уже наступило холодно. Уже был ноябрь. Было холодно. А он цвел и стоял зеленый. Ни у кого не было цветов, а у меня грядки были зеленые. Я их сажаю между розами, между ирисами. Вот сейчас зима. Я пока не могу показать мой сад. А когда растает, я буду с вами ходить по нему. Все вам рассказывать. Показывать, как перезимовали мои розы. И только бы они перезимовали. Потому что так было тепло. А укрыты были рано. Уже даже не знаю, что и думать. Там останется. Но все равно что-то останется, конечно. Я вам все покажу. Попозже, 28 февраля, мы будем с вами сажать помидоры. У меня все помидоры нескорослые. Все я сажаю их под пленку. Урожай у меня вырастает большой. Хватает не только мне. И даже в прошлое лето, которое было очень, для помидор очень плохое. Оно было холодное. Оно было дождливое. Но помидоры у меня выросли хорошие, много. Мне хватило для закрутки не только моей семьи, но и себе детей. Некоторые сорта я оставляю, которые мне нравятся, старые. Но сажаю я помидоры всегда по 2-3 куста каждого сорта. Для того, чтобы определиться, что мне нравится, что мне не нравится. Что сажать, что не сажать, чтобы был урожай. И я вот сделала вывод, что мне очень нравится. Вот золотая теща, они оранжево. Я люблю в закрутке, когда были бы желтые, оранжевые помидоры. И я заливаю томатным соком. У меня очень любят, когда заливка томатным соком. Но я не отжимаю сок, а просто блендером их промолачиваю. И вот этой вот мякотью, ну если совсем они суховатые будут, добавить чуть-чуть водички. И заливаю помидоры на литр вот такой жидкости. Я кладу 2 ложки соли, 2 ложки сахара и закрываю. Мне очень нравится. И все в моем домашнем. Вот эти помидоры я посажу. Сажала в прошлом году вот Жигала, фирма Биотехника. Мне понравились. В этом году я подкупила еще 2 сорта. Раджа и Снегирь этой же фирмы. Еще не знаю, посажу, посмотрю. Мне нравится фирма Партнер. Вот у меня 2 сорта. Этой фирмы, которые мне нравятся. Я их оставила. Затем я вам советую из красных помидор, низкорослых, фитоустойчивый. Я его сажаю каждый год. Не очень огромный урожай, но он стабильный. Очень хорошие листва зеленые. Очень крепкие стволики, которые даже не очень нуждаются и в подвязке. И самое главное, что они у меня не заболевают. И даже не требуют особого и опыления. Опыляются очень хорошо, не болеют. Сорт очень такой хороший для датчиков, которого не так много сил и времени заниматься всей растительностью. Но хочется, чтобы были помидоры и огурцы. И расскажу я вам еще о том, как вот если у вас участок, ну, например, ну, зарос, какие-то части участка заросли. Или вы купили уже зарощенные, а вам хочется все посадить. Купите досочек, обейте, как наподобие грядочек сделайте. Заложите все картоном. Полейте на ведро воды спичечный коробок бочевины и марганцовки, чтобы был такой розовенький, хороший растворчик. И весь этот картончик сверху потом прольете. Затем положите, ну, сантиметра, ну, сантиметров пять земли положите. Можете даже вообще только на семена, под семена положить. И все это тоже польете сверху и закройте пленочкой. А когда они проклюнутся, будут расти, вы будете добавлять землю. Землю, солому, снова можете землю. Очень хорошо. Это крапива. Поэтому, когда подойдет время сажать огурцы, я вам покажу, как я режу крапиву. Раскладываю ее в эти лунки и на них кладу семена. И хорошо очень, мне нравится, это покрывать соломой. Я купила после грибов упакованную такую размельченную солому от грибов. У нас вешенки грибы выращивают. Это я купила, мне очень понравилось. И даже если у вас где-то растут кусты, и вы не хотите, чтобы они росли, и нет у вас сил выдергивать эти кусты, если у вас там сны, если у вас там вьюнок, и вам настолько все это трудно, то вот так же сделайте на этом месте, спилите все, сделайте грядку из досок, и затем проложите картон. И на этот картон что-нибудь, так же земли, и что-нибудь посадите. Ну, кабачки. Ну, про огурцы вот я говорила. Кабачки очень хорошо. Я сажала даже лук, и все отлично, кости, все перегниет. Все, которые корили после черной смородины у меня были, я просто рукой их с легкостью вытащила. Таким образом, я очень быстро подняла и обработала запущенный свой участок. На этом я с вами заканчиваю первое мое знакомство. Мы поговорили о цветах, затем они будут сходить, я вам буду показывать и рассказывать дальше. Дальше мы с вами встречаемся, посадим львиный зев, затем мы будем сажать помидоры. Я вам рассказала вот о картоне, обо всем, он очень хорошо везде, даже если у вас все обработано. Вот у меня был дрыжовник, и он у меня как-то с краю рос, и туда не доходили руки. Я его подкормила, вот весной мочевина с марганцовкой я поливаю весь огород, всегда. И я положила также картон, и сверху набросала вот землю из-за ящика, чуть-чуть хотя бы. Вы знаете, какой был огромный урожай дрыжовника. Потому что под картоном работают черви. И так все перемолачивается, что ни картона, ничего. Только отдирайте скотч. Если у вас будут коробки, то хорошо отдирайте скотч. Ну и потом все равно его вынете из земли, когда будете перекапывать, он будет встречаться, вы его будете выбрасывать. Картон – это просто спасение от всего. Поэтому и под кустами кладите, и в грядки его кладите, и у вас будет очень хороший урожай. Грядка получается как бы теплая. Вот этот картон, он, видно, греет вот это вот. И так как он все время влажный, он удерживает какую-то влагу для растений. И очень хорошо. И кабачки, и огурцы прекрасно растут на таких грядках. И вы уже ее потом обработаете, и можете сажать на этой грядке все, что угодно. И морковку, и другую какую-то культуру. Всего вам доброго, мои любимые дачники. А в следующий раз мы поговорим с вами. А как сажу я длинный зев, который очень люблю. И как идет подготовка помидора. До свидания.